Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Прием главы по личным вопросам прошел в администрации. Готовность нового здания для кадетской школы оценил мэр Анапу Сергей Сергеев. На курорте объявлена пожароопасность пятого класса. Сейчас обо всем подробнее. Как найти компромисс между жителями многоэтажек на Супсехском шоссе и родителями воспитанников детского сада «Звездочка»? О причине спора и принятом решении в нашем сюжете. Когда строили этот детский сад, в Анапе не было еще такого движения, как сейчас. И 27 лет назад никто не предполагал, что автомобили станут серьезной проблемой для детского сада номер 3. Спасает его от загазованности плотное озеленение в несколько рядов. А вот утром и вечером, когда к детскому саду идут и едут потоки родителей с детьми, создается серьезная проблема для жилого дома по улице Астраханской, 79. Машины в несколько рядов паркуются и на газонах у дома, и у детского сада, и на проезжей части, и у автобусной остановки. В общем, где придется. Все это осложняется еще тем, что в непогоду из-за забитого стока здесь образуется огромная лужа, и родители с детьми переходят ее вброд. Чтобы снять эту проблему, глава города принял решение построить у детского сада автомобильную парковку. Работы по ее строительству будут завершены в течение двух-трех дней. Будет парковка для детского садика. Значит, конструктивный слой, два слоя гравийно-песчаной смеси по 15 сантиметров и 15 сантиметров щебня. Потом все это будет абордироваться. Для родителей это стало приятной новостью. Будет ли вам там удобно? Ну, я думаю, конечно, будет. Или здесь ее ставить. Бывает, на остановке ставят машину. Даже на остановке? Ну, как, когда много тут бывает. А так приходится аж туда ехать. Исполняющий обязанности заведующий детским садом «Звездочка» уже думает, как сделать так, чтобы новая парковка прижилась, и родители привыкли к ней поскорее. В принципе, если парковка и сделать калитку, наверное, будет удобно для родителей. Мы, в принципе, будем готовы сделать калитку и для въезда родителей. Потому что здесь транспорт собирается в большом количестве. Это, я думаю, опасно и для детей, и для родителей. Дорогу у так называемой «Китайской стены» скоро отремонтируют и закроют здесь сквозной проезд. Глава Анапы провел очередной прием граждан по личным вопросам. Подробнее, с какими просьбами и проблемами к Сергею Сергееву обратились жители курорта – в нашем сюжете. Людмила Ивановна Головкова на прием главы пришла не одна, а с представителями общественности. Сергей Сергеев сам начал общение с присущей ему прямотой. Из первых липус услышать, какие сегодня есть претензии к власти, в каком-то местном самоуправлении, и какие решения вы предложите? Вопрос есть только один, подчеркнула Людмила Ивановна, изложила главе его суть. К власти у меня абсолютно никаких нет вопросов, кроме одного, за что Иванова помещали на доску почеты, за что сейчас ему объявили благодарность. Сергей Сергеев пообещал, он изучит ситуацию и заявительницы направят обоснованный законом ответ. Валентина Ермолович на приеме главы озвучила такие действительно важные на сегодня вопросы, как состояние сельских дорог. Жительница хутора Куматырь, занимающаяся общественной работой, попросила не только за себя, но и за семью, проживающую на улице Лесной. Сергей Сергеев отметил, на сельские дороги в этом году обратят особое внимание. Выделены немалые средства из бюджета на их ремонт. Вопрос Валентина Ермолович глава поставил на контроль. Земельный спор двух собственников участков СУКО может решить только суд. Такое разъяснение получил Евгения Криночкина. Администрация может оказать юридическую помощь в составлении иска в суд, а не превышать полномочия, принимая удобные для какой-либо из сторон конфликта решения. Администрация города готова оказать помощь гражданам в составлении исковых заявлений, консультирования их по возникающим вопросам, в том числе и по вопросам, которые будут возникать в ходе судебных дел. Наши двери всегда открыты, и мы готовы оказывать вам помощь. 1 сентября анапские кадеты должны справить новоселье в новом капитально отремонтированном здании в поселке Пятихатке. Долгожданный момент для мальчишек и их родителей. Под угрозу срыва эти планы ставит директор кадетской школы, проявляя поразительную для его должности бесхозяйственность. В Пятихатках побывал глава курорта с тем, чтобы лично оценить ситуацию. 15 лет кадетская школа имени героя Советского Союза Николая Старшинова на птичьих правах ютилась в арендуемых помещениях. Здание для кадетов нашли. Старая расформированная когда-то школа в Пятихатках. И в прошлом году пошло мощное финансирование – 20 миллионов рублей из бюджета города на капитальный ремонт. Сегодня поселковую школу не узнать. Фасад современного, ничуть не уступающего городским здания. Многофункциональная спортивная площадка, собственная котельная, просторные светлые помещения, пищеблок. Казалось бы, заходи и начинай учебный процесс. Но у городских властей есть основания сомневаться в том, что нынешний директор справится с этой задачей. Недочетов в работе масса, но исправлять их Александр Баканов не спешит. Везде кто-то виноват. Котельная не запущена, виноваты строители. Деньги не перечислил, кто-то не подписал что-то. Электроэнергия не так подается, нет разрешения. Опять кто-то еще 10 дней дает. Вы руководитель, вы хозяйственник, вы должны за это. Я вам в прошлый раз, в год назад об этом говорил. Многое изменилось за год, но это за наши деньги изменилось. Одно из решений главы – провести ревизию в учреждении, выяснить финансовое состояние и проверить материально-техническую базу, раз уж директору неинтересно. Есть директора? Не могу сейчас найти. Зачем директору знать, есть они или нет? Он же их не зарабатывает, он их только тратит. Понимаете? Сергей Сергеев выяснил все проблемные вопросы, осмотрел классы, хозяйственные помещения школы и дал поручения своим заместителям, потребовав приложить максимум усилий к тому, чтобы школа распахнула свои двери 1 сентября. Мы сейчас сделаем резерв. Если 1 сентября вот это помещение не будет лицензировано, я все материалы направлю в следственные органы по исполнению им обязанностей, директора. А детей мы на улице не оставим. И у меня мысли вообще были по отношению к этой школе, чтобы дети здесь были на пятидневке, чтобы они здесь ночевали. Вспомните, год назад я сюда приезжал, полтора, мы разговаривали. Чтобы мы создали здесь спальные помещения, чтобы для мальчиков было идеальное условие. Пятидневка, а в субботу-воскресенье мы бы их отдавали родителям. И мы к этому придем. Впрочем, возможность реабилитироваться и прежде всего в глазах родителей школьников у директора есть. Если вы хотите работать, я вам даю последний шанс. Приеду сюда 26 августа. Ни раньше, ни позже. И вы мне ответите на все вопросы, которые я сейчас задал. С предоставлением документов. Я буду пытаться сделать все, чтобы дети 1 сентября вошли в это знать. Как мы выяснили в ходе подготовки сюжета, лицензию кадетская школа к 1 сентября получит. Городские власти помогают с оформлением документов, которые в течение года не смог собрать директор школы. Летом дороги Анапы перегружены транспортом. И, естественно, водителям не хочется стоять в пробках. Особенно ретивые умудряются нарушать правила дорожного движения даже на улице Крымской. В рейдовом мероприятии в этой части города с сотрудниками ГИБДД сегодня побывала наша съемочная группа. По улице Крымской выделена плаца движения для автобусов, которую ясно видно по дорожной разметке и знаком на каждом перекрестке. Это значит, что запрещена остановка. А движение автомобилей возможно только в одном направлении. В данном случае от городской больницы на выезд из города до улицы Крестьянской. А вот в обратном направлении движение запрещено, кроме маршрутных транспортных средств и такси. Но далеко не все водители подчиняются этому правилу дорожного движения, рассчитывая, видимо, на авось повезет проскочим. Отделом ГИБДД, отделом МВД России по городу курорта Анапа совместно с администрацией муниципального образования город-курорт Анапа проведено рейдовое мероприятие по выявлению нарушений по статье 12.17.1.1 КОАП Российской Федерации, что означает движение по полосе, предназначенное для общественного транспорта. За время проведения рейда было выявлено более 30 нарушителей, на которых составлены административные протоколы. Некоторые иногородние водители в разговоре с сотрудниками ГИБДД пытаются оправдаться, что, мол, заблудились или послушали совет таксиста или другого водителя, как проехать. Но ответ для всех один – не нарушайте правила движения. Они едины по всей России. За это нарушение предназначен штраф по 3000 рублей. Сейчас оставим на вас административные протоколы, предпочтим не нарушать правила движения. Проверки на дорогах будут продолжаться. В Анапе сохраняется пожароопасность самого высокого, пятого класса. В селе Суко прошли учения муниципальной службы спасения и добровольных пожарных дружин сельских округов. В условиях труднопроходимой местности отработали навыки в тушении огня. По легенде учений на поле дежурного поступило сообщение о пожаре в лесу вблизи озера Суко. На пожар выехал личный состав муниципальной службы спасения, 15 специалистов и 15 представителей пожарных дружин сельских округов Субсекского, Гайкадзорского, Анапского. Да, обязательно проводить такие учения, дабы знать принцип этих учений и помогать приходить сюда на помощь в оказании пожаротушения. Каждый мужчина должен знать хотя бы как ориентироваться и вести себя в данной ситуации. В тушении огня задействовали 7 единиц техники, 3 пожарных расчета, 1 аварийно-спасательный автомобиль, 3 машины добровольцев. Первыми приехали спасатели дежурной смены. Очаг возгорания находился на высоте около 100 метров над уровнем моря. Подъехать пожарной технике невозможно. В тушении пожара эта сложность не помеха. Цель достигнута. В очередной раз мы как бы по плану провели это пожарно-тактическое учение, но с привлечением еще добровольных пожарных дружин, так называемых. Их цель, в принципе, помощь по тушению отдельных очагов пожара – это ранцевыми огнетушителями. Ваша цель – подача воды к месту возгорания условно. Спасатели развернули пожарные рукава, установили мотопомпы и контролировали подачу воды в промежуточной емкости. Первая мотопомпа забирала воду из озера Суко и подавала по цепочке к следующим. Вода дошла до верхней точки, возгорание локализовано. Спасатели работали слаженно, каждый на своей позиции. Одни установили оборудование, другие тушили условный пожар. Спасатели и представители пожарных дружин отработали навыки по прокладке магистральных линий и подаче воды с использованием пожарных мотопомп. На построение, полное боевое развертывание и подачу воды к ромке пожара спасателям понадобилось около 20 минут. В пожароопасный сезон такие учения необходимы. Каждый день на пульт дежурного поступает один-два вызова о возгорании. Зачастую причины пожаров на курорте – сжигание травы, камыша и мусора, незатушенные костры. Условия учений максимально приближены к настоящим, а на общении показали отличные результаты. Внимание! Приобретайте Алмак для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии по выгодной цене с 6 по 9 августа в гипераптеке на улице Парковой, 57 и в медтехнике на улице Промышленный, дом 13 и улице Ленина, дом 181. Только в эти дни заводские цены и скидки от 5%. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг 7 августа в Анапе малооблачно. Небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 26-28, ночью до 24 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48-300 и 48-333.